Всё, что вы хотели узнать о стиле, но боялись спросить. Лукбук. София Принц. Стиль – это простой способ говорить о сложных вещах. В эфире Лукбук – самое честное шоу о моде, где будут раскрыты все секреты стиля. С вами София Принц, и я официально беру на себя ответственность не упускать из виду ни один тренд. Обещаю держать вас в курсе последних модных событий и не забывать о том, как выгодно подчеркнуть свои достоинства. Самыми модными женскими нарядами в холодный период являются трикотажные платья. А давайте предпочтение вариантам с высоким горлом и с длинным рукавом. Такое трикотажное платье вас точно согреет этой зимой. Лукбук подходит не только взрослым, но и маленьким девочкам. Не забывайте сверху накинуть жакет в стиле оверсайз. И вуаля, ваш лук готов. О том, что сейчас в моде, мы поговорим с вами прямо сейчас. Один из самых популярных мифов – это то, что нельзя сочетать в одном комплекте больше трех цветов. Конечно, если вы сомневаетесь, что сможете собрать образ, используя несколько ярких оттенков, то лучше придерживаться правила одной активной вещи среди нескольких нейтральных. Однако не бойтесь экспериментов. Сочетание разных принтов в одном образе, колор-блок и смелый микс оттенков смогут по-настоящему преобразить ваш облик. Еще один мисс среди девушек про туфли. Многие говорят, что туфли на высоких каблуках элегантнее обуви на плоской подошве. Правильнее будет сказать, что туфли на шпильках выглядят эффектнее и пикантнее. Но к элегантности это никакого отношения не имеет. Вспомните хотя бы Одри, которая стеснялась своего роста и не носила туфли на каблуке выше двух сантиметров. А выглядела она всегда очень элегантно. Третий миф о заветном свадебном платье. Говорят, на нем не стоит экономить. Конечно же, свадьба – это особый день, и хочется, чтобы он был потрясающим во всех отношениях. И потому многие считают, что платье невесты должно стоить баснословных денег. Между тем, организаторы свадебных мероприятий утверждают, что сумма, потраченная на ваш образ, включая туфли, макияж и укладку, не должна превышать 10% от бюджета свадьбы. Может быть, стоит довериться опыту профессионалов. В цифровую эпоху все мы много читаем в телефонах и работаем за ноутбуками. У многих портится зрение и приходится надевать очки. Но почему-то девушки стесняются носить такой аксессуар, и вместо того, чтобы хорошо видеть, ходят без них. Все это происходит потому, что с детства мы считаем, очки – это некрасиво. Но на самом деле модники уже давно покупают этот аксессуар без диоптрий просто для того, чтобы почепутить свой строгий и стильный образ. Самый популярный миф о моде, которому давно пора перестать верить, это изречение «чем дороже вещь, тем она качественнее». Цена в данном случае вовсе не безусловный индикатор. Ведь производители указывают на ценники не реальную стоимость, а ту сумму, которую, как им кажется, вы готовы заплатить, в том числе и просто за имя, указанное на лейбле. А между тем, в ассортименте демократичной марки можно найти идеальный кашемировый свитер, а у люксового бренда – джемперы синтетики. Помните, что стиль нам дан для того, чтобы сэкономить, и пользуйтесь этим хитрым правилом. Когда мы разбиваем старые правила, самое время создавать новые. О том, что сейчас в моде и как лучше всего сочетать это со своим гардеробом, мы поговорим с вами прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Каждой леди однозначно не обойтись без красивого платья, которое станет идеальной основой для повседневного образа. Самыми модными женскими нарядами в холодный период являются трикотажные платья. Но многие считают такой предмет гардероба скучным и однотипным. На самом деле это далеко не так. Предлагаю разобраться, какие же именно трикотажные платья сейчас в тренде и с чем их сочетать. Приглашаем нашу модель в ее собственном образе к нам на подиум. Разобрать образ на детали, указать на ошибки, подчеркнуть достоинства нам поможет стилист Константин Кошка. Всем хай в этом чате. Константин Кошка знает все о стиле, трендах и сочетании одежды в каждом гардеробе. А еще он легко и доступно объяснит на нашей модели, почему не все трикотажные платья сейчас в моде и каким лучше отдать предпочтение. Пощады не будет. Записывайте все по пунктам и запоминайте. Ведь Константин Кошка выходит на разбор образа прямо сейчас. Приветики. Доброе утро, Костя. Скажи, пожалуйста, какие ошибки совершены в этом образе? Ну что я могу тут сказать? Трикотажное платье – это платье, которое из кого-то делает утонченную леди, а из кого-то гусеницу плюс сайз. И дело не в обладательнице, а дело в самом платье. Давайте же разберемся, что сделала это платье с нашей Юлей. Ошибка номер один – это длина. Если вы хотите продемонстрировать всем свои прелести, пожалуйста, носите на здоровье. Но я бы вам посоветовал длину миди или макси с не менее сексуальным разрезом. Ошибка номер два – это рукав и вырез, как у футболки. Отдавайте предпочтение вариантам с высоким горлом и с длинным рукавом. Так, такое трикотажное платье вас точно согреет этой зимой. И ошибка номер три – не стоит отдавать предпочтение вот таким тонким тканям, как у футболки. Лучше выбирайте более интересную и крупную вязку. Ну что, Юль, я больше не могу смотреть на твое платье, прости. Пойдем, наконец, переоденемся. Наша прекрасная модель переоделась. Давайте посмотрим дефиле с новыми актуальными деталями от стилиста Константина Кошки. Во-во-во, полегче. Посмотрите, просто с предыдущим луком это небо и земля. У этого платья есть и ворот, и длинный рукав, и очень пикантный вырез, хотя длина как бы и скромная. И я предлагаю надеть это платье с жилетом сверху, чтобы немножко разнообразить этот комплект. Но вы меня спросите, наверное, с чем еще можно надеть это платье, а я уже вам знаю, что ответить. Во-первых, это может быть длинный кардиган из такой же ткани, как само трикотажное платье. Это могут быть внизу бадфорты, например, которые идут прямо под вырез. Или, например, это могут быть кроссовки с мехом. И не забывайте всегда плотные темные колготки. Костя, подскажи, пожалуйста, а есть какая-то универсальная модель трикотажного платья, которая подойдет всем? Конечно, такое платье отлично подойдет абсолютно для всех типов фигур. Главное, выбрать правильное. Потому что если вы оплодательница чуть более пышных форм, чем наша Юля, вам подойдет объемная модель длины миди. И не забывайте сверху накинуть жикет в стиле оверсайз. И вуаля, ваш лук готов. В общем, Костя, ты не советуешь носить трикотажное платье длины мини? Да, я не советую носить, так как это платье все-таки больше подходит для зимнего времени года. Поэтому я голосую за длину миди или макси с сексуальным разрезом. Простите за слово сексуальный, пикантный. Спасибо тебе, Костя. Предлагаю сфотографировать этот образ и поместить его в наш лук-бук. А в конце сезона мы разберем все главные тренды текущего года. С удовольствием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодарю нашего эксперта и модель и прихожу к следующему, немаловажному аспекту моды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трикотажные платья подходят не только взрослым, но и маленьким девочкам. От такого уютного образа дети выглядят еще милее. К тому же такой предмет гардероба очень удобен, ведь в нем тепло зимой и комфортно. Давайте посмотрим два модных детских образа в нашей фэшн-минутке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ульяна Капустина, 8 лет. Творческая девочка, которая с трех лет занимается вокалом и актерским мастерством. Принимает участие в различных шоу на телевидении, а также много выступает на сцене и даже пела со звездами в Кремле. Веселая, активная, обожает рисовать и проявлять свою творческую натуру. А прямо сейчас Ульяна покажет нам два модных образа с трикотажными платьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели модное шоу «Лукбук Софии Принц». До встречи на следующей неделе. И помните, мода уходит и возвращается, а стиль остается навсегда. Будьте стильными. Пока-пока. Все, что вы хотели узнать о стиле, но боялись спросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лукбук Софии Принц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лукбук Софии Принц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лукбук Софии Принц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА